Ты тут случайно? Или ищешь чего? А кто спрашивает? Рудольф де Йонкер. Из тех самых де Йонкеров. Мои предки заложили основы Новиграда. Я владелец самого крупного банка в городе. Я не просил рекомендаций. Имени вполне достаточно. Мой отец сговаривал. Все должны знать твои заслуги, сын. Не скрывай их от мира. Я ищу Карину Тилли. Тебе повезло, потому что Карина сейчас в моем доме. Уже несколько дней она снит его историю. Ты банкир, а не историк. Зачем тебе история дома? Видишь ли, я купил его недавно. Он стоил мне целого состояния. А потом оказалось, что тут водятся призраки. Я боюсь, что он проклят. И как это проявляется? Да по-разному. Ночью слышны какие-то смешки. На чердаке будто мебель двигают. А на прошлой неделе, ты не поверишь, я обнаружил в гостиной человеческие экскременты. Почему ты сам не проверишь, что там творится? Я банкир, а не солдат. Я боюсь проклятых домов. Кроме того, Карина просила ей не мешать. Я хотел бы туда войти и осмотреться. Обычно я не пускаю чужих в свой дом. Но по двум мечам я вижу, что ты ведьмак. А значит, понимаешь в таких вещах. Входи. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты, ты что делаешь? Убиваю твари. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дожar Добавил DimaTorzok Над taskedияmm Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok так же сделали забирать себе свой дом мандала пушиная ты кто меня прислала тебе три сморигольд мамочки у меня были такие кошмары мне надо было проснить историю этого дома вместо этого снилась мебель которая хотела меня сожрать звучит по-идиотски но во сне все было совершенно реально и совсем не смешно это проделки приборка он устроил так что люди сочли дом проклятым а потом заразил твои сны своими глупыми шутками мне повезло что ты смог меня разбудить у ведьмаков есть свои приемы от таких творюшек спасибо тебе большое эти кошмары я могу тебя чем-то отблагодарить откровенно говоря да я ищу одну девушку которую видели в новиграде попробую тебе помочь только сперва я должна стереть следы этих буйно помешанных снов ищи меня в корчме золотой осетр я там комнату снимаю отлично договорились я видел что госпожа тилле вышла но она ничего не сказала дело решено или совсем наоборот я растопил печь лопухом приборик этого не стерпел и сбежал а карина просто проснулась дом чист отличные новости только со всей этой истории жить мне тут больше не хочется в награду за помощь и получишь комиссионные и немалые как только я его продам заходи ко мне время от времени и спрашивай да ёнкеры никогда не нарушают слова спасибо здесь я с ним в жизни не видел как работают она и роман ты я буду тебя направлять сначала нам надо настроиться я стану задавать вопросы а ты отвечай важно чтобы твои ответы были искренними чтобы они шли из глубины сердца расскажи в чем заключается твой дар трудно это описать сначала я стараюсь понять связи которые объединяют человека с тем объектом о котором я должна видеть сон и я задаю много вопросов стараюсь назвать чувства эмоции важна искренность но люди все равно не хотят рассказывать о некоторых вещах а других просто не осознают а что ты видишь во сне сон вижу не я а клиент мой дар заключается в том чтобы насылать правильные сны иногда на настоящие события накладываются ожидания или кошмары приходится отделять зерна от плевел начнем сначала приведи мне какое-нибудь воспоминание связанное с этой девушкой зачем это помогай мне прошу тебя расскажи мне самое сильное воспоминание о цири девушку зовут цири после второй войны с нильфгардом цири потеряла родителей я не знал что делать с маленькой девочкой забрал ее в каэр морхен решил что ловкость умение драться на мечах ей не повредят у меня однажды она стояла на разваленных стены мне из-под ног вылетел камень и она оступилась я поймал ее в последний момент но лучше всего я помню миг когда она вышла из комнаты одетая в платье и сказала что плохо себя чувствует тогда я в первый раз понял что цири взрослеет и это неизбежно хорошо хочешь рассказать что-нибудь еще это было уже после того как она училась в каэр морхене после того как йеннифер назвала цири дочерью нас разлучили я знал что она в опасности она мне снялась она шла в крепости стига она хотела освободить я но я саму схватили и хотели причинить зло я помню как мы сражались цири плечом к плечу на ступеньках скользких от крови тогда она в первый раз отбила мечом летящий арбалетный болт я и сказал пожалуйста никогда больше так не делай это очень личные воспоминания ты хочешь продолжить это было время как раз закончилась вторая война с нильфгаардом все еще было неспокойно городе начались волнения громили нелюдей я пытался что-то сделать но не смог удержать бешеную толпу один паренек пронзил меня вилами я нефер тоже умирала цири забрала нас на лодку мы поплыли туда где цветут яблони и там она оставила нас тогда я видел ее в последний раз добавишь еще что-нибудь какое-нибудь воспоминание да есть еще кое-что хорошо но рассказывали что что действительно хочешь мне рассказать когда-то я выполнил заказ мне предложили выбрать награду я воспользовался правом неожиданности я не думал что когда-нибудь действительно встречу обещанного мне ребенка спустя года я продирался через бракелон в лесу и нашел девочку и сначала даже не знал кто она дряды бракелона хотели оставить ее и превратить в одну из них вода забвения не подействовала на нее цель вернулась со мной я отослал ее к ее бабушке но уже тогда я был с ней связан предназначение это нечто большее ты сказал что у этой девушки есть способности расскажи мне о них она дитя старшей крови потомок фальки кровавой жестокой мятежницы которую сожгли на костре предания говорят что из проклятой крови смутьянки родится разрушитель миров это легенда знаешь когда легенда перестает быть легендой когда в нее начинают верить ты прав что не рассказываешь об этой девушке направо и налево понятно хочешь рассказывать дальше нет может начнем конечно я знала что она для тебя важно но тон твоего голоса скрытые эмоции пожалуйста давай продолжим ложись поудобнее и постарайся расслабиться возьми меня за руку и рассказывай о цели говори где по-твоему она может быть кто ее друзья не найдя меня цели попросила бы помощи у друзей у кого енифер не было в новограде было трис но целью так и не встретила может у лютика они очень хорошо друг другу относились так и Продолжение следует... Продолжение следует... А потом начались кошмары. Порой сны могут расслаиваться. Показывать не только прошлое, но и будущее. Ласточка — это Цири. Она связалась с Лютиком. Я не знал, что он в городе. Это поэт? Я слышала о нем. Он получил в наследство шалфей и розмарин. Шалфей и розмарин? Где это? Как войдешь в город со стороны квартала Красных Фонарей, будет мост. А шалфей сразу за ним. Лютик унаследовал бордель? Я так слышала. Спасибо за помощь. Удачи, ведьмак. Надеюсь, что ты найдешь свою Цири. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова